И снова привет всем! Решил записать это видео, наверное, в первую очередь, так сказать, для назидания самому себе. И, возможно, оно кому-то будет полезным. Что мы делаем сегодня? Сегодня у нас будет участие конфетки против конфетки. Разницу в размере, надеюсь, видно хорошо. Дистанцию, с которой мы будем стрелять, также видно хорошо. Это 30 метров. Ну что, продолжаем праздник стрельбы. Дистанция 30 метров. Теннисный корт, длиной в 32 метра. И мой стрелковый павильон, откуда я и буду вести стрельбу. Мы немножко изменим правила. Почему? Да потому что, если мы ставим конфетку на шарик, и стрела летит, и цепляет шарик даже на расстоянии 1-2 сантиметра, и делает хоть легкое касание по самой шарику, вот таким образом, то конфетка, естественно, у нас падает. Поскольку это все происходит на большой скорости, то в большинстве своем конфетка падает не от попадания по цели, а от самой вибрации, которая возникает. Даже вот здесь просто вибрация от изолон-блока, что мы видим? Шарик шатается, естественно. И таким образом он подпрыгивает и падает. А нам хочется, чтобы это была именно стопроцентная работа по цели. И нашей целью сегодняшней будет так. Поскольку у меня полигон находится непосредственно на поле, с одной стороны находятся море и горы, с другой стороны поле и горы, то здесь постоянные сильные витра. Поэтому я немножечко натянул нитку и конфетку я прицепил на нитку. Чтобы, естественно, если моя стрела, а она по размеру гораздо короче, чем вылет этих двух приспособлений, когда будет стрела пролетать, если она случайно зацепит нитку, это будет видно, что стрела просто случайно зацепила нитку. Естественно, такой выстрел не будет считаться за попадание. Но если стрела попадет в саму конфетку и так, то я с поставленной для себя задачей справлюсь, так сказать, на ура. Нитка – это обмоточная, хорошая нитка. Ее не так уже просто порвали. Поэтому конфета, привязанная таким образом, что она сама по себе, при щелчке, она не выпадает, с ней невозможно от колебания, чтобы она выпала. Я ее именно завязал двойным узлом, как полагается. Можно и затянул нитка, пропитанная воском. Кто работал с обмоточной ниткой, тот все прекрасно понимает. Посмотрим, что из этого у нас получится. Выбираю место локации, такую, чтобы вам было хорошо видно мою цель. Дальше. Лук, чтобы не было разговоров на тему того, что у каждого разные возможности и так далее. Лук хороший, но не самый топовый, скажем так. Это Бэр Момент. Это мой полевой лук. Очень люблю его. Хороший, надежный. И самое главное, достаточно точный. Прицел. Надеюсь, видно. Никаких линз. Идет пристрелочка на 20, 30, 40, 50 и 60 метров. Пятипиновый. Обычный. Полочка обычная, падающая и так далее. То есть, скажем так, это не самый топ у Бэров. И тем не менее, очень хороший. И делаю свой первый выстрел. Тик. Так. Тик. Так. Вот это я не считаю за попадание. Хотя видно, насколько близко моя стрела прошла возле цели. Она ее зацепила, раскидала в разную сторону. Но пойду посмотрю, что же там происходит. Очень близко. Нет, она даже ничуть ниже. Она ее цепанула, может быть, как-то краем. Сейчас я даже вот посмотрю, что здесь произошло. Видишь? То есть, вот это мы не считаем за попадание. Понимаешь, да? Интересно, так? Да, это очень интересно. Да, реально интересно. Я не знаю, почему люди, которые любят стрелять, не любят себя заморачивать. Это так, чтобы добиться хорошего. И точно уже смогли сделать. Вот. Саня Курошок. Тебе уважаем. Костям наделал то же самое. Во всяком случае, все, что ты выкладываешь, старайся продемонстрировать мастерство в любой сфере своей деятельности. Понятно, да? Моя цель попасть именно в конфетку, а не зацепить веревочку. И это я не считаю за попадание, так как попасть в цель, это значит справиться с поставленной для себя задачей. То есть, это не касание нитки или шарика, а попасть именно в саму цель. Чуть проверь. Аризонт почти. Аризонт неплохо. И вот это я называю стопроцентным попаданием. А теперь пойдем и посмотрим. Третий мастерил три. И иду смотреть, что было. И именно вот это я называю стопроцентное попадание. Видно, да? Нету нашей конфетки. Она не могла выйти просто от любого колебания или касания. Вот в этом задаче. Третий выстрел, третья попытка. Первую я вам показал. Коснулась нитки. Вторая ушла немножко вправо. И третья. Поставленной для себя задачей я справился. Выцеливает. У него такой раз, все исчезает. Он видит этот цель. Там глаз, глаз и только глаз. Раз и выстрел. Хороший выстрел. Хороший выстрел. Но немножко здесь нужно чуть-чуть. Давай поправочку вправо. И стараемся. Стараемся удержание хорошее дело. Выцелим. Давай. Ох ты ж красота. Ты по-моему нитку перебила со второго выстрел. Слышь ты нормальная. Ну как бы понимаешь. Да, ты ее... Ну что сказать. Ну простите нас за нашу неметкость. Костя, у тебя уже будет мазила 2. Есть мазила 1, а есть мазила 2 теперь. Вот. То есть мы попали случайно в нитку. Немножко ее перерезали. Ну с кем не бывает. В принципе, парень, ничего. Будьте снисходительны, как девушки. В таком возрасте. Молодец. Хороший выстрел. Чуть-чуть опускаешься. Угу. Чуть-чуть опускаешься. Слышишь? Три усона. И нитка я тебе скажу такая, что ее разрезать нужно именно. Вертикальную ось нужно взять. Ну, я постаралась. Очень по-взрослому. Даже интересно будет потом... На замедленную, да. Да, что-то обезло. Ну все. А для что? Дуполь 2. Дуполь 2. Ну что, водка, как говорится, любит тройку, да? Идем пробовать. Держи. Давай. Уже дважды нитку перебила, а кружила со всех сторон. Но мне надо идеально. Горизонт вообще идеальный. Все, очень реально. Ну, наконец. Наконец. Вот это мы называем. С поставленной задачей справились. Вот оно. И не важно, насколько это. Первый сайт, второй сайт, третий, четвертый. Мы себя озадачили. И мы с поставленной задачей справились на ура. 5% я боялась не успеть. И вот это мы называем с поставленной задачей справились. А не когда у нас видно, да? Петля была хорошо затянутая. Не получилось с первого выстрела. Сделала хорошую группу. Окружила со всех сторон. Дважды перебила нитку. Конечный результат попадания. То есть мы озадачили себя на тренировке. И при чем это не тренировка? Мы сейчас пойдем покушаем. И у нас будет тренировка. Надеюсь, это видео было полезное для всех вас. Вдохновит вас еще раз оторваться от своих удобных крисов. Прийти на полигон, либо в лес, на природу. И не следить за временем. Не ставить перед собой задачу. Как угодно. Всеми правдами и неправдами. А озадачить себя с поставленной целью, попасть в эту цель. И чистым сердцем уйти домой. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok